Твори себя кумиры, да, там, с другой стороны, ну, мы же с вами прекрасно, да, понимаем, что очень многие качества развиваются посредством спортивного дзюдо, да, значит, которые помогают человеку жить, амир спортивного дзюдо, это раз. Второй момент, да, это, опять, ну, скажем так, определенные человеческие амбиции, два, да, то есть, я же хочу, чтобы мой сын был таким, давай, тренируйся, прочее, все. Вот, сказать, что это совсем плохо, ну, наверное, нет, да, потому что, ну, как-то, да, то есть, человек должен иметь ориентиры, да, чтобы, ну, что-то, чего-то, да, если он хочет добиться, да, но ему нравится, да, то есть, сам процесс борьбы, единоборства, соревнования, там, и так далее, значит, у него должны быть какие-то ориентиры. И я тоже не в восторге, когда приходят родители, при ребенке говорят, ты не нужен мне, чтобы он был чемпионом, пусть вот так, ну, типа, ходит, чего-то там научится и так далее. То есть, это уже посыл тоже неправильный, с моей точки зрения, вот, здесь, ну, очень важно иметь такую, знаете, золотую середину, то есть, как так мне все равно, лишь бы там почему-то научился, нет, а почему нет? Пусть человек попробует, вот, и сам решит, сам примет решение, что, почему, если он ребенок, значит, он не может принять решение, пусть он примет решение, пусть он найдет свой путь, и, вот, ну, ко всему надо относиться с любовью. Почему я задал этот вопрос, потому что зачастую бывает так, что ребенок, вот, он, увидев по телевизору соревнования, чемпионов и так далее, он затягивается, да, сюда, ему это интерес становится. И вот он идет, 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 да, но у него никак не получается раз соревнования, два соревнования, три, и он, вроде бы, он хочет быть вот так же наверху, рядом с теми, с чемпионами, но у него не получается. В результате он понимает, что, ну, как бы, вот, он не тех кумиров он выбирает, ему туда не добраться, у него нет сил туда добраться. И он говорит, ну, что, одно соревнование проиграл, второе, третье, и я уйду отсюда. То есть, как бы, получается, что, почему я сказал, чрезмерное рекламирование, да, средства Ахмаза, приводит к тому, что ребенок, видя, что у него не получается выигрывать соревнования, он опускает руки и уходит. Я скажу так, это уже, да, есть определенные, да. Нету другого для него вида, то есть, ему не показывают, что дзюдо, это нет, вот, как мы говорили, это не соревнование. Не показывает кто? Не показывает тренер, не поддерживает родителей. То есть, это же тоже есть определенная ответственность взрослых, да, то есть, которые рядом с ним идут, и мы с вами прекрасно понимаем, да, вы мне задали вопрос про олимпийского чемпиона, да, вот, мы же знаем, что пьедестал, он, ну, вот, да, маленький. Он не может уместить всех желающих и всех дерзающих и так далее. Поэтому это уже, ну, скажем так, просто нравственная составляющая родителей и тренера. То есть, помочь, поддержать и объяснить, что, ну, да, так сложилось. И, да, в дзюдо есть, да, другие ипостаси, в которых ты можешь реализоваться, да, и в которых ты можешь быть достойным человеком, да, и развитие качества, да, чемпиона, который есть у человека, который ты, на которого ты хотел бы там равняться и так далее. Вот. Ну, и вот здесь такая тема, да, что, ну, вот вы сказали, да, посредством, ну, это тоже, да, как и соцсети, да, они имеют свои издержки, да, то есть, ну, и без рекламы тоже нельзя, то есть, без этого рекламы, промоушена и всего остального, потому что, ну, вот, я не сторонник, допустим, да, вот программы, назовем ее так, да, ММА, да, системы проведения соревнований, да, смешанных единоборств. То есть, это не вид спорта какой-то еще, это просто система проведения соревнований. Вот я ее не сторонник, она меня не увлекает, более того, да, то есть, нет у меня позитива. Но она пользуется очень большим спросом. Посредством рекламы. В том числе, понимаете, и, опять же, вот этих человеческих амбиций. Вы много бываете за рубежом, видите, как обстоят дела в мире, в области дзюдо. Скажите, какое принципиальное различие нашего дзюдо, ну, имеется в виду дзюдо в Российской Федерации, и дзюдо в Японии, и Франции, или Германии? Или есть ли оно вообще? Различия есть, конечно. Вот в том числе и в отношении к нему, не только к виду спорта. Ну, во-первых, начнем так, да, что в России занимаются дзюдо порядка 300 тысяч человек, по-моему. Ну, так статистика. Так статистика говорит, да, тут мне как бы сложно сказать, да, то есть я не могу сказать. Статистика говорит, что во Франции занимается дзюдо порядка 700 тысяч. В Японии, где дзюдо не самый популярный вид, как многие утверждают, полтора миллиона. Процесс, да, как говорится, опять же, количество, да, перехода количества в качество никто не отменял. Но мы сейчас говорим не только о спортивном результате, мы говорим о, да, вот вы сказали, многие связывают именно занимающие, вот, многие связывают это с воспитательной составляющей, с дисциплиной. Вот во Франции это вообще, вот, ну, я общался, да, очень достаточно много, они, ну, вот, с родителями в том числе, они говорят, вот, что нам нравится, это дисциплина. Вот, вот, отношения, ну, дисциплина в широком смысле слова. Поставить тапочки, сложить кимоно, постирать кимоно, помыться, то есть, ну, такая вот самодисциплина, да, то есть, вот, как бы, вот, такие вот моменты. Форма, ну, и так далее, и так далее, да, то есть, вот, эти все моменты. Плюс, да, вот эти требования, да, они как-то так вот, людей воспитывают, да, и, ну, посредством дзюдо очень часто, как они говорят, ну, так вот я скажу таким современным жаргоном, создается здоровая тусовка. Для родителей это тоже очень важно, для семей, и для людей, и так далее. То есть, там же, ну, в той же Франции, Германии, там клубная система очень развита мощно, хорошо, и... Ну, вообще в мире отсутствует, наверное, мне кажется, вот та система, которая в Российской Федерации, ну, государственных споршкол. Ну, понимаете, тем не менее, да, вот, существует, скажем так, определенная система партнерских, спонсорских, и в том числе и государственной поддержки. Я имею в виду детских, ну, там, детских клубов, да, то есть, они, вот, именно находят способы компенсации тех или иных, да, вот, как я вот рассказывал, да, муниципальные, да, то есть, муниципалитет берет на себя какую-то нагружку с точки зрения возмещения, там, да, там, коммунальных услуг, скажем так. Вот, поэтому, ну, вот, отношения, да, вот именно люди связывают это с воспитательной составляющей в том числе. Ну, и, естественно, да, в том числе и присутствие и наличие чемпионов, как бы мы этого, как бы, знаете, не говорили, да, что, вот, оно все равно существует, да, что люди идут смотреть на чемпионов, людям интересно, люди это дело обсуждают, ну, и опять же, да, то есть, ту же самую какую-то технику чемпионов, они ее пробуют, изучают, вот, она им нравится, да, кому-то подходит, кому-то не подходит, появляется предмет дискуссии, это тоже же здорово. Вы в свое время входили в состав, ну, органа управления Федерации дзюдо России. Да, был такой период. Был такой период. Ну, вот, как я понимаю, Федерация дзюдо России – это организация, которая выполняет государственный заказ по развитию дзюдо как вида спорта. Ну, да. Но не все хотят быть спортсменами, как тогда быть? Как тогда Федерация должна выполнять спортсмены? Я хочу вам сказать, что мы все развиваемся, и развивается и Федерация дзюдо России. И я вам хочу сказать, что я, да, был достаточно большой период в моей жизни, да, вот, работы в этой организации, и я сейчас с ней взаимодействую, да, и с теми людьми, которые в ней работают, вот. И для меня это очень отрадно и радостно. То есть сейчас в Федерации дзюдо России, с моей точки зрения, уделяется достаточно много, или, скажем, больше, ну, чтобы уж так, да, я не работаю в этой организации, мне, как говорится, оценку там сложно давать, прям такую, да, сильно объективную, но я вам хочу сказать, исходя из того, что когда работал я, да, вот, и вот именно, да, руководство Федерации дзюдо России, если я там, да, как-то еще пытался там, да, дискутировать, ну, как-то тоже пытался, а дискутировал, да, там, как-то вот говорил там, что-то там пытался доказывать, и доказывал, и меня слушал, то есть был такой нормальный диалог рабочий, да, вот, не всегда он, может быть, был такой позитивный, но он был рабочий, вот, я вам хочу сказать, что вот, достаточно сейчас внимания уделяется Федерации дзюдо России развитию детского дзюдо, программам, методическим материалам, вот. То есть имеется в виду, где нет такой четкой, явно выраженной спортивной составляющей, соревновательной составляющей, да, да, то есть вот, скажем так, фундамент дзюдо, сейчас Федерация дзюдо России уделяется, с моей точки зрения, достаточно, ну, достаточно, как говорится, внимания, время и так далее, то есть вот, для меня это, меня это очень радует. Европейский союз дзюдо, последние, наверное, лет шесть, использует такой лозунг, он... Дзюдо больше, чем спорт. Дзюдо больше, чем спорт, да, да. Вот лично у меня сразу возникает вопрос, если дзюдо больше, чем спорт, тогда, насколько больше, или в каком именно смысле больше, и вообще, что имеется в виду под этим словом, под этим лозунгом. Я знаю, что вы очень тесно сотрудничаете с этой организацией, поэтому хочу узнать ваше мнение по этому вопросу. Ну, я не только сотрудничаю, я еще и являюсь членом этой организации. Вот. Дзюдо больше, чем спорт, вот то, вот из нашей с вами беседы, да, оно же, как бы, вот оно проходит красной нитью, что для вас это тоже немаловажно, что бы на, да, как бы, люди, которые связаны с дзюдо в первую очередь, вот именно наша такая, да, скажем так, большая семья дзюдо, специалистов, тренеров, любителей, спортсменов, чтобы она относилась к дзюдо не только как к голам очкам секунду, а как и к формату воспитания, обучения, образования. Вот, то есть, именно вот в этой составляющей, что это, вот как фестиваль, знаете, вот вы же были на наших фестивалях. Да. Это и, опять же говорю, и развлечение, и образование, и соревнования. И общение. И общение. И, ну, вот, знаете, вот позитив, то есть, вот, это праздник. Ваша семья, члены семьи, занимаются дзюдо? Или занимались дзюдо? Или как? Вот, знаете, как? Вообще, почему я задаю этот вопрос? Потому что зачастую бывает так, что многие, кто тренирует, или руководит клубами дзюдо, их семьи как-то не вовлечены в этот процесс? Или они сами, тренера, говорят, не-не-не-не-не, дзюдо не надо. Пусть идет лучше, вот, футбольчик там, и так далее. Не, ну, что касается моей семьи, то моя семья вся дзюдо фэмили. С точки зрения поддержки моей работы, с точки зрения отношения к дзюдо. Единственное, что, вот, знаете, иногда моя жена, когда смотрит соревнования, да, и, ну, слышит, да, что там какие-то с точки зрения зрителей судейские ошибки, там, да, там, то, что прихватили и так далее. Вот она тогда говорит, вот за это я дзюдо не люблю. А так, она очень, и моя супруга, да, поддерживает. Сын занимался дзюдо, и всегда помогал, и поддерживал, и был моим ассистентом на многих семинарах по дзюдо, и напарником. Дочка, она, как, знаете, она же сказала, я буду заниматься дзюдо до конца лагеря. То есть она с удовольствием ездит в лагерь, она с удовольствием принимает участие активное в организации и проведении всех мероприятий по дзюдо. Ну, вот, именно тренироваться, как вот, ну, спортивная составляющая или просто обучающая, ну, ее вот дзюдо в этом плане не привлекает. Она, вот, занимается музыкой, рисованием, вы, как бы, видели ее рисунки, работы и так далее. То есть это вот такой вот момент. Но дзюдо в нашей семье, в нашей жизни это номер один. То есть все равно все, как бы, вот, знаете, рассматривают. Вот мы готовим сейчас очень широкий, такой, на следующий год формат фестиваля. Мы все, семья все обсуждает. То есть у нас семейное обсуждение, то есть как, что сделать и так далее. То есть это, вот, я вас от души уже пользуюсь случаем, да, приглашаю. Это будет очень большой и уже более широкого формата, чем вы вот его увидели. То есть это такое будет. Ну вот, и мы его пока сейчас только в договор, как говорится, о намерениях, но тем не менее. Поэтому семья Юрия – это дзюдо фэмили. Есть такой девиз у Олимпийских игр – быстрее, выше, сильнее. Как вы понимаете этот девиз? Ну, этот девиз – посыл, позыв к развитию. К развитию, чтобы была эта динамика, прогресс, развитие во всех ипостасях. И в том числе общечеловеческих. Победа любой ценой. Или все же надо подумать? Что скажете по этому поводу? Я это вообще не понимаю. Не может… Понимаете, победа любой ценой – да, это факт победы. Ну, то есть, да, если мы конечный результат смотрим. Но насколько она даст радость человеку. Ведь в любом человеке есть сильные и слабые стороны. Какие-то хорошие и не очень хорошие, да, качества, да. Ведь в жизни любого человека есть поступки, за которые ему потом стыдно. Вот. Но уже исправить ничего нельзя. И человек, он делает для себя выбор, что больше так делать не надо. Это человек опыт, да. То есть, я больше так делать не буду, да, и так далее. То есть, вот радость от такой победы, она иллюзорна. И она человека не делает чище и светлее. Это большая-большая человеческая проблема любого из нас. Политика в Олимпиаде, политика в спорте, политика в дзюдо. Ваше мнение? Другими словами, это называется подковерная борьба. Это… Я это тоже не приемлю. И вот, понимаете, это не мое. Это чужое инородное дело в жизни любого человека, в жизни общества. Наверное, как-то так. Есть, в начале нашего разговора, в одном из вопросов вы затронули это так краешком, так называемый кодекс дзюдоиста. И у меня в клубе висит ваш подарок, где прописаны эти основные постулаты, да, этого кодекса, с комментариями. Да. Возможно ли его соблюдать в условиях спортивного дзюдо? Где важность победы в соревновании ставится на первое место? Я так напомню, да, основные, да, дружба, уважение, да, такие вот… Да, я помню. Вот, и оно, ответ тот же, понимаете, то есть без, да, уважения к сопернику, без достойного поведения на татами, победа не может приносить нормальному человеку, с нормальной психикой, с человеком, для которого важны общечеловеческие принципы, доставить радость. Вот, без них нет. Вы знаете, вот просто скажу, что у нас в городе на одном не очень коммерческом месте, да, таком, висел очень долгое время баннер, да, то есть написано там дзюдо, там, значит, это, как говорится, там путевка в жизнь, там еще что-то такие, ну, какие-то такие, знаете, такие, ну, слова такие рекламного, характера, да, там, дзюдо больше, чем спорт, там, и так далее, и были прописаны вот эти принципы, кодекс дзюдоистов. И мне, да, значит, один человек сказал, Юрий Александрович, я так благодарен, иду на работу, и вот смотрю, и выбираю один из них, и пытаюсь вот этот кодекс целый день соблюдать. Я сказал об этом своим знакомым, понимаете, и это приняло форму игры, то есть всех это так захватило, то есть он говорит, я тоже выбираю, вот, один говорит, а я выбираю только один, ну, представьте, как-то так, ну, вот все равно оно, знаете, вот чем хорош кодекс дзюдоиста, тем, что он не входит в противоречие ни с одной, на сегодняшний день, существующих религий, например, поэтому он подходит всем. Клуб дзюдо – это место, где собираются люди, которым интересно дзюдо, где люди могут пообщаться и провести хорошо время, в кругу людей с общими интересами. Но здесь еще и учат. Ведь так? Да. Чему учат в клубе дзюдо каскад? Скажу так. Пытаемся учить. Не всегда это получается, если быть до конца искренним. Вот именно, быть искренним и уметь любить. Искренность, я подразумеваю, в том, знаете, как дать возможность человеку быть самим собой. В клубе, да, у каждого есть свои, еще раз говорю, особенности характера и так далее. Но я хочу, чтобы в нашем клубе воспринимали человека таким, какой он есть. И понимаем, что мы все разные. Там, знаешь, ты как говоришь, абсолютно, да, там, по, как говорится, по всему, ну, в разных там, да. По многим составляющим. Да, да, понимаете. И это не должно, да, напрягать людей. Потому что, ну, да, там, скажем так, в силу определенных служебных, каких-то, да, там, обязанностей, отношений, да, человек где-то себя сдерживает, где-то он себя ведет так, как требует общество и так далее. А вот здесь он не боится показаться смешным. Он не боится показаться слабым. Поэтому мы, да, иногда, вот, как бы, я говорю, вот такой сильный человек, он не может, ну, вот здесь у себя. Поэтому мы проводим какие-то там, ну, скажем так, вечера, праздники, да, на которых мы, вот, именно те, которые, ну, знаете, как говорится, и нам не нужен алкоголь. Вот, чтобы расслабиться и чтобы быть самим собой. И любовь. Научиться любить, в первую очередь, детей. Знаете, у меня вот был такой случай недавно, да, когда мне один из родителей сказал, что Юрий Александрович, скорее бы вырос, да, то есть, ну, я вот рассказывал, что у нас проект «Семья дзюдо», там дети с родителями есть и так далее.